С главными событиями к этому часу в студии Иван Никонов. Регионы России готовы к зиме на 90%. Отопительный сезон успешно начался в 73 субъектах. Все они смогли воспользоваться правом начать отопительный период до холодной недели. Об этом на Всероссийском селекторном совещании сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис. В Ненинском округе большая часть работ по подготовке к осенне-зимнему периоду также выполнена. Осталось принять несколько котельных, очистных сооружений и завершить работы под теплотрассом. Не снижать контроля и быть готовым к сложным ситуациям. Обращаясь к коллегам, Андрей Чибис сказал, что подготовка к зиме должна быть системной. А это значит, к зиме должны быть готовы все службы и ведомства. Это подчеркнул и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании с Кабинетом министров. По данным Минэнерго и Министерства строительства, работа завершена по всей России. Дома, котельные, тепло- и электросети, водопроводы в целом к холодному периоду готовы, где необходимо проведены ремонтные работы. В результате аварий стало меньше. Необходимые запасы топлива также созданы. То есть, в целом, картина позитивная. Но есть ряд отстающих регионов. Их руководители должны сделать все необходимое для окончательной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к холодам. В числе регионов, завершающих подготовку к холодам, Ненецкий округ. По данным профильного департамента, на сегодня в регионе подготовлены все 48 котельных и 3 очистных сооружения. На 100% выполнены работы по подготовке водозаборов, канализационных сетей, газопроводов, электрических сетей. Объём выполнения задания по тепловым сетям региона составляет 99%, водопроводным сетям – 98%. В муниципальных образованиях округа сформированы перечни объектов, которые необходимо подготовить к отопительному сезону. Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду к 15 ноября. В сентябре в регионе успешно завершился завоз топлива в труднодоступные районы округа. За период навигации в поселение доставлено порядка 21 тысячи тонн каменного угля, почти 10 тысяч тонн дизельного топлива, более 100 тонн масел и смазок, 70 тонн бензина и более 11 тысяч кубометров дров. В текущем году на подготовку к зиме, в том числе на поставку топлива, было направлено более 900 миллионов рублей. Объёмы у нас в принципе такие же, как в прошлом году. Есть небольшое, незначительное снижение, в том числе это касается и организационных мероприятий, которые проводятся на предприятии «Север-желком сервис» на их объектах. Особых проблем не возникло. Весь объём топлива был доставлен населённым пунктом в соответствии с утверждёнными графиками. И никаких сбоев особых не наблюдалось. Готовятся к зиме и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Владимир Пучков провёл селекторное совещание с регионами. Обращаясь к своим коллегам, глава ведомства акцентировал внимание на оборудовании ледовых переправ, обеспечении транспортной доступности к удалённым поселениям и работе с населением. Региональным службам необходимо следить за прогнозом погоды и проверить готовность аварийно-восстановительных бригад и наличие расходных материалов. Также под контролем должны находиться автодороги. Мы прекрасно знаем потенциально опасные участки. Организуйте их прикрытие. Должны работать дорожные службы. Должны работать подразделения безопасности дорожного движения. Должны работать пожарно-спасатели и другие подразделения. Каждый километр федеральных, региональных автомобилей трасс в этот переходный период должен быть прикрыт двойными комплектами всех реагирующих подразделений. Быстро реагировать на чрезвычайные ситуации необходимо и воздушным гаваням. Готовность к зиме Норианмарского аэропорта подтвердила комиссия Архангельского межрегионального территориального управления воздушного транспорта. Она проверила здания и сооружения аэропорта, наземное оборудование, средства механизации, резерв реагентов и противообледенительной жидкости. Спецавтотранспорт прошел необходимое предсезонное оборудование и подготовлен к эксплуатации.